С 2020 года с внедрением системы ОСМС расширился перечень бесплатных амбулаторных лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе социального медицинского страхования. Подробности в нашем следующем материале. Для взрослых включены позиции лекарственных средств для лечения орфанных и других заболеваний, атеросклероз, первичная легочная гипертензия, артрозы и другие. Предусмотрены отдельные лекарственные средства и медицинские изделия для детей. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 14 нозологий, 51 заболевания, 8 медицинских изделий. В рамках ОСМС для взрослых 9 нозологий и 27 заболеваний, а для детей 14 нозологий и 52 заболевания. Областным мансикатом утверждено обеспечение пациентов в 2022 году по 10 орфанным заболеваниям. Включены 29 номинований лекарственных средств, 53 виды медицинских изделий и 19 видов специализированного питания для 67 детей и 18 взрослых. Обеспечение производится на постоянной основе. Обеспечиваются пациенты с заболеваниями, в том числе орфанными, а также другими редкими заболеваниями. В этом году на лечение больных пациентов с редкими орфанами и другими заболеваниями на сумму более 700 миллионов тенге. Еще раз повторюсь, в 2021 году это была сумма 556 миллионов, в 2020 году это была сумма 360 миллионов. Но есть возможность помочь не только бюджетными средствами. Например, в фонд «Казахстан Халхна» отправлена заявка Управления здравоохранения на 129 миллионов тенге для одного из пациентов. Спинальная мышечная атрофия диагноз, препарат «Риздиплав», «Эвризди», торговое название его. Цена его составляет 120 миллионов 207,783 тысяч тенге. Данный препарат, вот само заболевание у него орфанное. Он выявлен в этом году научным центром, нашим научным центром в Астане. И данный препарат, он не имеет регистрацию в Республике Казахстан, отсутствует в протоколе лечения. Медорганизации сами определяют потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях по наименованию и объему. В перечень входит 1717 наименований. Медицинские организации на текущий год заявили 1638 наименований. Из них на сегодняшний день закуплено 1533, что составляет 94% от годовой потребности. Из закупленных порядка 59 составляют отечественные товары производителей, 23 составляют европейские страны. По 2% приходится на Украину и Российскую Федерацию, 13% закупаются из других стран и 1% – это переходящие остатки. Бесплатные рецепты выписывают участковыми врачами общей практики, участковыми терапевтами и педиаторами организации первичной медико-санитарной помощи. Персональную ответственность за обеспечение пациентов лекарственными средствами несет первый руководитель медицинской организации. Мурати Булмажит, Алексей Мехедов, Иртас Ахпарат.